Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Но вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Слава Богу, что у нас есть такой раздел нашего служения, как Тора. Я очень люблю, очень рад, что меня когда-то попросили или сказали, что ты можешь комментировать. И я был благословен. Почему? Потому что хочу, не хочу, а я должен. И я полюбил Тору, я полюбил Танах, ну еще больше. И я очень благодарен. К сожалению, брата практически не слушал, потому что, можно сказать, я фактически первый раз проповедую, и я в таком легком страхе и трепете. Я, правда, не знаю почему, может быть, потому что я не шибко высокого мнения о своих способностях, таких проповеднических, а может быть, это просто скрытая гордость, знаете, есть такая духовная. Я не хочу проповедовать, потому что я не умею сильно там проповедовать, у меня не очень получится, и я буду выглядеть не совсем так, как хотелось бы. Ой, не помню. А, тогда, да. Ну, тогда не помню. Ну, это, значит, второй раз я, да. И, так что не судите меня строго, пожалуйста. Я, может, не все успею сказать, потому что, ну, знаете, информации тоже много, много, много хочется. Вот, ну, я постараюсь в рамках, потому что холодновато. Вот, пожалуйста, я смотрю, некоторые женщины не накинуты, у вас верхняя одежда. Ну, лучше накиньте хотя бы так, сверху. Давайте помолимся. Ну, не, сидите, сидите, давайте склоним, склоним головы. Драгоценный Бог наш отец, мы благодарны за то, что ты собрал нас здесь, в твоем доме. Мы любим этот дом, Боже, потому что, Господи, в твоем доме есть прекрасная пища, Боже. И потому что на, Господь, пороге дома твоего, Боже, лучше, чем, один день, лучше, чем тысяча дней, Господи, в шатрах нечестия, Господь. И, Боже, мы просим, чтобы ты, Боже, открыл наши сердца к твоему слову. Мы просим, Боже, я прошу, чтобы ты, Господи, дал мне, Боже, это возможность, Господь, донести то, что тебе хотелось бы сказать, Господи, в это время твоему народу, Боже. И чтобы, Господь, это было принято, это послужило нам всем во благо. Амин. Друзья, то, что я буду говорить, я буду говорить не с позиции учителя, да, типа вот я здесь вот стою на возвышении, да, вы там слушайте меня. Не, нет, я в первую очередь буду говорить себе. Если там что-то у меня прозвучит такое, знаете, что-то учительское, простите, этого нет у меня в сердце. Мне просто хочется рассуждать вместе с вами над той темой, которая лежит у меня на сердце. Эту тему я люблю, вот, и мы будем о ней, вот сейчас мы будем о ней говорить, рассуждать. Вот, я буду говорить, вы будете думать, что-то там тоже свое добавлять. И давайте, знаете что, давайте мы сейчас вот как раз в тему, мы вынем свои телефоны и сделаем две вещи. Первое, значит, мы выключим, ну, поставим их на вибро, это будет правильно, да, давайте, ну, не стесняйтесь, вынимайте телефончики, вот, и что-то еще сделаем. Даже те, кто поставили на вибро, мы еще сделаем. Мы сейчас посмотрим, да, на дисплее и что-то там увидим. Ну, кроме, кроме иконок, что здесь есть кроме иконок? Время, да? Да? Всегда есть, ну, у кого андроид, там, значит, или что-то другое, ну, короче, я так его более продвинул, там, ну, там есть виджет, а у простых телефонов, там просто есть время, да? Вот, и мы сегодня будем говорить о времени, мы будем говорить о времени, я так назвал, чувствовании времени, то есть мы будем говорить о том времени, в котором мы сейчас живем, какие его особенности, что нам делать, и что Писание говорит, вот, что оно говорит об этом времени, и что нам делать в это время. Итак, чувствование времени. Бог, создатель всего, в том числе и времени. Я люблю, когда тема начинается с первой главы Береши, Бытие. И сказал Бог, это 14 стих первой главы, да будут светила на своде небесном, чтобы отделять день от ночи, и будут они для знамений, и для назначенных времен, и для дней, и лет. И было так. То есть Бог, учредитель всего, в том числе и времени, да? Время зависит, написано, отсветил, и Бог, он определил, что есть дни, как простые, мы знаем, что есть и не простые дни, например, сегодня. Простой день? Нет, шаббат. Это день специальный, который говорит о Боге, как о Творце, он говорит о нашем завете с Ним, и много еще о чем говорит, правильно? Вот, значит, есть и годы, там, дней и лет, да? Есть годы, год шмиты, там, значит, юбилейный год, да? Вот, и так далее. И есть назначенные времена, мы о них будем говорить. Вот. Таким образом, от начала творения заложен принцип зависимости характера времени от Божьей воли. Ну, вот смотрите, как об этом говорит апостол Павел. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания». Зачем? Дабы они, что, искали Бога. То есть, все время, друзья, все время оно предназначено, вот эти вот предопределенные времена, в том числе и сегодняшнее время, оно предназначено для одного. Оно свидетельствует нам об одном – ищите меня, да? Ищите, потому что, почему? Не ищутят ли его, не найдут ли, не найдут ли, хотя он недалеко от каждого знак. Почему? Потому что мы им живем и движемся и существуем. Мы им живем. Мы живем Богом, да? Мы движемся, то есть, мы действуем, и мы есть, кто мы есть благодаря Ему. Поэтому, конечно же, в любое время надо искать, но особенно предопределенные, какие-то особенные времена. То есть, Павел говорит, что и для земли, и человечества в целом, и для отдельных народов существуют предопределенные времена и сроки, установленные Господом. Ну, например, Аврааму он сказал, что твое потомство, да, оно будет пришельцами в земле не своей, будет угнетаемо 400 лет, да? Он говорил, Бог определил, что в пленении будет Израиль сколько? 70 лет, да? Значит, Ишуа говорил о том, что Иерусалим будет попираем язычниками, пока не закончатся, что? Времена язычников, да? То есть, есть определенные времена. Вот, например, сейчас, ну, это полностью, вот сейчас есть, вот смотрите, значит, что говорится, ну, что апостол Павел говорил, да? Ибо Бог повелевает повсюду, оставив времена неведения, да, покаяться. Он повелевает, он требует, почему? Потому что далее, если нет покаяния, дальше только ад и смерть. Он повелевает, он взывает к разуму, да, повелевает, ну, он обращается, чтобы мы искали Бога. Итак, интересно, что времена есть не только в масштабах Вселенной, но и у народов, и в жизни каждого конкретного человека. Ну, вы знаете, я просто не произношу, это там длинная цитата, да? Вот, о, там, время разбрасывать, камни собирать, смеяться, плакать, и там, ну, она немножко расплывчата. А это есть более такое собранное, да, такое вот именно в тему. В одни, ну, там, йом, йом это и дни, и периоды жизни. В одни благополучие, пользуйся благом, а в одни несчастье, размышляй. И то, и другое соделал, то есть гармонично устроил Бог, для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Аминь. То есть, есть дни благополучия, а есть не очень благополучные дни. И очень важно в это время размышлять человеку. То есть, чтобы не просто стучать в небеса, или там, утверждать, да? Вот, это дьявол, там, против меня, это т.д. Ну, сразу имеется в виду без размышления, да? Это он там, козни, я тебе повелеваю, связываю, развязываю, пинаю, там, наступаю, и так далее. Да нет, поразмышляй вначале. Может быть, что-то в тебе, может быть, да? Если написано, и здесь вот смысл какой такой, второй строкой идет. Если ты будешь размышлять, ты ничего не скажешь против Бога. Да что ты про него скажешь? Он все гармонично устроил. Он так гармонично устроил, что тебе надо вот сейчас вот, может быть, пережить кое-что, чтобы что-то понять вообще-то, чтобы упакаяться и так далее. Еще есть одно слово о времени для отдельных людей. «И обратился, и я видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег. Ни храбрым победа, ни мудрым хлеб, и ни у разумных богатства, и ни искусного благорасположения, но время и случай для всех их». Экклезиаз 9.11. Время и случай. Вы помните, пастор Олег, он проповедовал о справедливости и несправедливости. Нам иногда кажется, что вот все несправедливо. Вот все несправедливо. А здесь вот тоже говорится об этом. То есть, если все справедливо, по справедливости, быстро должен добежать. Значит, мудрый должен быть богатым и так далее. А, так не бывает. На все время и случай. Почему? Да потому что эта несправедливость, она справедлива. По большому. Она нам шанс дает, друзья. Нам, не самым быстрым, не самым мудрым, не самым сильным. Она нам дает шансы. Аминь? Я приведу пример из своей жизни. Мы приехали с Олей, супругой моей, приехали в 90-м году после Академии. Нам дали распределение в Одессу. 90-й год. Разброд, шатание. Значит, там 90-е годы. Инфляция 5000 процентов. Инфляция 5000 процентов. В общем, полная разруха. У нас ни кола, ни двора, контейнер там, половина разбитый там, шкаф. Я помню, что оно все было такое расшатанное. И 90-е годы. Друзья, никаких перспектив. Вообще. Ноль. Мы получали тогда, я был подполковником, я получал тогда 30 долларов. Ну, даже по тем временам это было очень мало, поверьте. Хотя там доллар был другим, но даже по тем временам это было очень мало. И вот Бог дает шанс. Время и случай. Подруга Оля говорит, есть возможность начать бизнес. Я там затянул это дело, но все-таки она не упустила. Не упустила этот шанс. Она пошла, начала бизнес. И пусть мы там сильно не забогатили, но получили хороший достаток. И знаете, и вокруг было, это 90-е годы опять, они продолжаются. У нас там есть свой маленький еврейский гешефт. Мы там все нормально, понимаете. Все имеем для жизни благочестия. Правда, мы тогда не верующие были, там благочестия, как говорится, не было. И что интересно, понимаете, что интересно, и не только этот случай. Вы знаете, я стал размышлять. Я стал размышлять, я думал, ну, я смотрел на окружающих. Они жили, ну, у меня окружающие, скажем так, простые люди, да, там, ну, офицеры, там, я не знаю, там интеллигенция. Вот, и я смотрел, ну, думаю, ну, не очень это как-то, ну, почему-то нам вот так вот, да, а у них не получилось. Ну, почему, ну, не очень это как-то так вот, да. И честно говорю, вот это вот заставило меня искать Бога. Именно вот это, понимаете, я, и меня, и Олю, мы как-то, ну, так не должно было быть. Ну, не было у нас там каких-то особых там способностей, мы никогда не занимались этим бизнесом там и так далее. Ну, мы не упустили, и мы покаялись. Пришло время, и мы покаялись, и пришли к Господу, и мы выделили часть времени, которое полностью было посвящено всем днем в неделю, было посвящено бизнесу, выделили для общения с Богом, для посещения общины, и слава Богу, до сего дня мы тверды в этом, потому что это тоже способствует получению жизни, это очень важно быть в теле. Так что, таким вот образом, по временам, друзья, что я хочу сказать, не упускайте своих шансов. Бог каждому выделяет, и не каждому мудрому, и не каждому проворному, понимаете, не упускайте в виде, да благослови вас Господь, чтобы у вас были всегда открытые глаза, всегда была твердая воля, вы не упустили во всем, в духовных вещах, в душевных, в материальных, в здоровье и так далее, никогда не упускайте свой шанс. Даже в видимой несправедливости всегда есть Божья справедливость. Пастор Олег прав. «И сказал Даниил, да будь благословенна имя Господне от века и до века, ибо у него мудрость и сила, он изменяет времена и лета, не излагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым, а разумение разумным. Он изменяет времена и лета». Друзья, они, скажем так, не предопределены до вот так вот, что вообще же, вот так и все, и никак, ты что хочешь, делай, и все, и больше у вас не пришло, я так решил. Не, не, Бог, Он настолько благ и милостив, да, что Он может, Он может изменять, даже не то, что по воле, да, но при участии людей. Вы помните случай с Ионой, пророком Ионой и Неневией, да, она должна была быть уничтожена, все, она уже, но Он послал Иону, и Неневия покаялась, и она получила свой шанс. Ешуа, говоря о неких бедственных временах в будущем, это Матфея 24, говорил о том, что если они, то есть бедственные времена, застанут жителей Иудеи, то они должны молиться ради избранных, те дни могут сократиться. То есть будут бедственные дни, он говорит, но если вы будете молиться, и ради вас, да, эти дни сократятся, вы понимаете? Поэтому, когда нас призывают приходить на утреннюю молитву, да, когда призывают молиться за Израиль, это важно, потому что времена могут меняться, они могут быть не такими тяжкими, друзья, они могут быть и будут, не самые стесненные, да, но может быть они не будут такими тяжкими. Итак, Бог создал время и назначил предопределенные времена для народов и отдельных людей, чтобы люди прежде всего искали Бога, потому что Он есть их жизнь. Другими словами, если люди не ищут Бога, да, если они не смотрят на время, если они не понимают, для чего это время предназначено, то они не имеют жизни. А в Псалме 77 Давид говорит, что тогда их жизнь губится в суете, а года в смятении. То есть, если не искать Бога, да, тогда жизнь губится в суете и лета в смятении, года в смятении. То есть, человек вообще не знает, что ему делать, да. Вот, он в разные стороны пытается что-то делать. Вот, я знаю, если вы посмотрите на своих неверующих соседей, да, допустим, там, родственников, вы увидите вот это вот смятение, понимаете, это непонимание, что делать, это хватание за любую соломинку, которая, ну, они считают, может им как-то разъяснить и как-то помочь. А у нас есть привилегия, друзья, у нас есть привилегия, у нас есть привилегия иметь общение с Богом, да. У нас есть привилегия смотреть на созданный мир, в том числе и на времена, и размышлять, и понимать, что нам надо делать. Например, какое время сейчас? Что вы скажете? Ну, у кого есть в руках телефон, можно посмотреть. Сегодня суббота, шаббат, да, 17 ноября. Итак, какое-то время? Ну, так и да, холодно. Холодно. Какое? Сто процентов. Всегда, когда говорят, о чем проповедник проповедовал, говорят о Боге. Вот, значит, это, я, может быть, специально даже телефон показываю, чтобы, когда будете, ну, вас спросят, а что там Сергей говорил? Вы скажете, да телефон там этот. Что, о телефоне? Да не, не, это времени. И дальше уже будет, это, как бы такая мысль наматываться, да, о чем я говорил. Вот, ну. То есть мы говорим о том, что мы живем в Божьи, ну, в Божьи времена, в Божьи времена, да. Библия говорит о временах и сроках, которые открыты верующим людям. Поэтому, когда мы, когда мы говорим о времени, в котором мы живем, ну, так вот, в целом, я, ну, такая подсказка. Ну, это, можно сказать, что, в принципе, это время благодати, да. Есть такое? Ну, да, ну, понятно, что трудновато, понятно, что зима, холодно, ну, можно укрыться, да. Вот, ну, нету там икры, но так кусочек мяса в холодильнике лежит, вот. Ну, да, вот, ну, то есть это, это хорошо. И самое главное, друзья, мы можем собраться, да, мы можем собраться, прославить Бога, мы можем иметь общение. Это времена благодати, которого на нашей земле десятилетия не было. Это время благодати, но, ну, так не везде. Например, в Ираке, там нет такого времени для верующих. В Египте, там, тоже такого нет, да, в мусульманских странах и так далее. В Китае верующие сидят в тюрьме. В Северной Корее они просто гибнут. В трудовых лагерях, друзья, десятки тысяч верующих сидят, они просто гибнут там, понимаете. Их расстреливают, над ними издеваются. В Ираке, ИГИЛ, в Сирии отрубали голову, вы знаете, это в наше время. Вот, поэтому трудно назвать, что по всей земле, как бы, время благодати, да. Но, ну, мы можем сказать, что мы живем во время последнее. Можем мы сказать? В чем это выражается? Вернее, так, не так. Не в чем выражается, а какое, как его можно характеризовать, это последнее время? Что это такое? Как его пощупать? Чем оно будет характерно, вот это вот последнее время? Это период, да, это период времени. Какой? Перед. Не просто пришествие, оно как-то, как-то звучит, как-то, знаете, так, сурово. Перед приходом Машеха, друзья. Вот. Это радостная вещь. Смотрите, у нас, когда мы говорим последнее время, мы напрягаемся. Мы говорим, пшшш, последнее время, это ж такое будет. А в это время хасиды, шо они поют, да? Машех, Машех, Машех. Ай-яй-яй-яй-яй, приди Машех. Они ожидают Машеха. Они радуются приходу Машеха, потому что они знают, что это будет время Божьей славы, да? Когда враги Машеха будут повержены под его ноги. Значит, когда, согласно пророчеств, гора Господня будет возвышена среди всех гор, да? Когда, значит, весь Израиль, то есть верующий остаток, когда он спасется, да? Когда все евреи, они будут исполнять заповеди, они будут, Божьи заповеди, они будут священниками Бога Живого, да? Много-много произойдет радостных событий. Это времена, как тоже говорил пастор Олег, восстановление Божьего творения. Божьего творения, Бог снова посмотрит на землю и скажет, что он скажет? Весьма хорошо, друзья, вот что значит последнее время. Ну да, к этому времени что-то будет так просто, так туда не войдешь. Будут определенные какие-то вещи будут происходить. Будет это время геополитических, как так написал, экономических, социальных, военных, религиозных, природных и даже космических потрясений. Да, так будет. Ну, кто-то надеется, есть разные взгляды в христианстве, кто-то надеется быстренько шухнуть на него и там, короче, прийти потом с машинком, короче, на это дело. Кто-то говорит, не-не-не, это в середине произойдет, мы туда пойдем, кто-то говорит, а мы это, да? Вот, значит, ну, короче, взгляда много, никто, как оно будет, никто не знает, вот, но мы понимаем, что такие, это будет время такое, непростое это будет очень время, да? Вот, вопрос, насколько мы близко к нему? Близко мы к нему? Да? Что об этом говорит? Ну, как правило говорят, возрастание, нечестье, да? Там, там, ЛБГТ, дети там, непослушные родители. Самое, что интересно, нашли папирус, да, в этом, в Египте, пять тысяч лет там, ну, ему датировали, и там, и там пишут. Время ужасное. Время ужасное, непослушное родителям, такие нравы, вообще, просто конец. Ну, вот, вот так вот, да? Значит, на самом деле, этот процесс, он всегда такой волнообразный. Друзья, ну, есть такие метки, маркеры в последнее время, я бы хотел, я бы не буду говорить сегодня, я не об этом сегодня буду говорить, да? Я хочу не об этом говорить, я хочу сказать, что события последнего времени, они достаточно подробно описаны в Танахе, в Брит-Хадаша, ну, хотя бы Исаия, Исаия очень подробно, да, Иоиля, Захария, особенно 12, 13, 14 глава, значит, Даниила, да, Матфея, Иезекииля, 38, 39. Матфея, 24, 25, Марка, 13, Лука, 21, конечно, книга Откровения. Я просто хочу сказать, что, ну, реально быстро. Вот возьмем, смотрите, один только пример. Значит, в 7 главе книги Даниила, 13-17 глава книги Откровения, достаточно разборчиво говорится о некоем царстве последнего времени, которое будет пожирать, попирать всю землю. И о каких-то 10 царях, которые будут, которые на время отдадут свои царства, свои царства некому, так я плохо слышно, да, которые на время отдадут свои царства некоему зверю, да? Вот, с 7 головами и 10 рогами, в ком большинство богословов видят личность Антихриста. И написано, что этому зверю дана власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. Здесь вполне отчетливо виден образ единого мирового правительства во главе с Антихристом. И можно было бы поставить под сомнение, что, ну, об этом постоянно говорят и так далее. Но, друзья, очень сейчас, вот я вам хочу сказать, что для этого созданы все. То есть все условия для этого созданы. Действует несколько мировых площадок таких достаточно. Ну, они знают, где люди, влияющие в этот мир, там, политики, владеющие средствами массовой информации и так далее, где не собираются, обсуждают, так как бы, эти рекомендации для мира. Есть площадка для людей, скажем так, чтобы они там видели, это ООН, да? Значит, ну, и более того, и более того, значит, еще 10 лет назад, буквально, ну, достаточно часто говорилось о том, что есть группы стран, которые согласовывают, эти группы стран, они согласовывают финансовые, вернее так, они заключают договора о том, чтобы в определенных регионах была единая валюта. Примерно лет 10 назад, ну, у меня даже были заметки, вот, я закончил их читать, когда Африка практически заключила договора, полностью Африка, да, Южная Америка, понятно, что в Штатах там давно, вот, богатые страны Персидского, потом, ну, раз, и все исчезло. Почему? Ну, значит, кому-то неинтересно, да, чтобы не знали. Что такое, что такое, ну, такие региональные валюты, да, единые валюты? Это значит, какие-то, условно говоря, какие-то царства, можно сказать, правильно? То есть там будет какое-то правительство, там будет свое, по-другому не будет. И почему бы не предположить, что этих царств, да, этих валют не будет 10? Мы не знаем, реально мы не знаем, гадать не будем. Ну, их, может быть, 10, они уже готовы. То есть для того, чтобы объединить мир, он должен разъединиться, ну, потому что национальное государство их в одно стоило не загонишься, оно слишком норовистое. А 10 можно, согласны? И если, и в кризисе 2008-2009 года, даже Папа Римский, он говорил о том, что нам надо создать единый банк. А что такое единый банк? Это единое мировое правительство, друзья. Там об этом не сказано, один единый банк, ну, чтобы не было экономических кризисов. А один из германских министров, немецких министров, он сказал, что пусть нами правит хоть сатана, ну, это прямо было написано в средствах массовой информации, лишь бы не было таких экономических потрясений. То есть они готовы психологически на все, лишь бы, соответственно, не было, лишь бы их богатства сохранились, лишь бы они, как бы, правили миром. То есть самое трудное, о чем никогда нельзя было даже надеяться, ну, любому завоевателю, сейчас оно все готово. Отработаны механизмы, это региональная война, это какой-то глобальный, ну, большой террористический акт или еще что-то, и все пойдет тем сценарием, по которому, ну, скажем так, они могут пойти. Мало того, друзья, начинают открываться другие знамения последнего времени, которые ранее были не совсем понятны. Например, я буквально при подготовке вдруг увидел, ну, читал, прочитал статью о том, что пересохли, практически пересохли Нил, Тигр, Ефрат, самая большая река, она в переводе река жизни в Иране, и десятки, сотни миллионов людей лишаются, вот прямо сейчас, вот в это время, они лишаются пищи, они лишаются средств существования, они не знают, что делать, они злы, они не знают, что делать, они готовы рвать, метать, воевать, уничтожать и так далее, потому что у них такая обстановка, и об этом говорится в 11 главе Исаия, в 19 главе Исаия, там говорится о пересохших реках и в контексте последнего времени. Ну, там говорится о тех временах, но и так же дается контекст последнего времени. То есть, если мы говорим об этом, о том, что мы живем в такое время, когда мы можем проснуться и вдруг увидеть другой мир, согласны? Реально, мы можем проснуться и увидеть другой мир. И вопрос, а что нам делать сейчас, чтобы мы не боялись, чтобы мы были готовы к тому, чтобы не просто пережить, а чтобы исполнить волю Божью в это время, которая есть благая, угодная и совершенная для нас. Аминь. И вот смотрите, что говорит Ишо. Это в 13 главе Марка. Ну, это и в 24 главе Матфея. А вот что говорю вам, ученикам, говорю всем, бодрствуйте, ибо не знаете, когда наступит это время. Он резюмирует, он описывает его, он говорит, друзья, вы должны, ученики мои, вы должны бодрствовать. И можно разными путями рассуждать, что такое бодрствовать. Ну, я пошел, я, знаете, вот начал читать разные места, и вдруг я по-новому прочел 1 Петра. Я всегда читал, но считал его таким, знаете, больше пасторским посланием. Но оказывается, я потом вдруг начал читать, читать, вдруг смотрю, боже, он пишет о последнем времени. Он пишет, это было послание для всех церквей. И он говорит, именно он говорит словами, то есть он говорит, церковь была в гонении, и она ожидала прихода Машеха. То есть это было примерно такое время, как у нас, только более жесткое. Но суть этого времени, она была такая. И я по-новому стал читать, думаю, что он пишет, да, что он советует, что делать в это время его пастве, да, что делать церквам, которые прислушиваются к нему. И вот смотрите, что он говорит. Это 1 Петра 4,7. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. То есть, он тоже самое говорит, бодрствуйте, но будьте благоразумны. И дальше, выше, он описывает, он подводит итог, а что такое быть благоразумным в это время. Смотрите. Он учит при любом развитии событий вокруг нас видеть небесную перспективу нашей жизни, потому что милостивый Бог возродил, а теперь уже слова апостола Петра, воскресением Ешоа Мессии из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах, для вас силу Божию через веру в вас, соблюдаемое ко спасению, готовому открыться в последнее время. Он говорит, друзья, какие бы ни были слухи, да, военное там, социальное потрясение, что бы ни происходило, вы всегда должны доверять Богу, потому что вы соблюдаете Сим. Вы соблюдаете Сим ко спасению. Он помогает вас. Это в его планах. Каждого из вас соблюсти ко спасению. Ему это интересно. Ну да, что-то, может быть, придется претерпеть, но Бог обещает, Он обещает соблюдать. А раз такая, да, еще такой момент. Осем радуйтесь. Ну вы там немножко скорбите, но осем вообще-то радуйтесь постоянно. Осем радуйтесь, потому что у вас прекрасная перспектива. А раз, я то его перефразирую слово, а раз у вас такая прекрасная перспектива, то далее, говорит Петр, припаящее чресло вашего ума, то есть напрягите то, что дал вам Бог для мышления, и то мы так редко пользуемся. Вспомните, что у вас есть благодать в Ешо-Мессии. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в вашем неведении, но по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Это самое главное. То есть в это время самое главное соблюдать святость. Почему? Потому что это сохраняет нашу дружбу с Богом, наши отношения, святость. То есть если мы святы, мы свидетельствуем, если мы отделяем себя от греха, мы этим свидетельствуем и себе, и миру, и другим, да, что мы, для нас важен Бог, для нас важны Его заповеди, для нас важен Его путь. Прежние похотя, то есть не сообразуйтесь с прежними похотями, это фактически дела плоти, которые, как писал апостол Павел, известны. Это в стерно и синодальном переводе совместил. Это сексуальная безнравственность, нечистота, непристойность, идолопоклонство, колдовство, вражда, ссоры, ревнивость, раздражительность друг против друга, эгоистичное стремление, разделение интриги, пьянство, распутство и так далее. И он говорит, имеется в виду Павел, предваряя ваш, как и прежде предварял, что поступающие так, Царство Божие не наследует. И далее пишет, но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Он продолжает, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. То есть он говорит, христовы, которые живут по духу, они этим, в этом они не грешат, они живут по духу. Значит, я так понимаю, у нас по этому, по графику, да? Как у нас? Скажите, вы мне дадите еще 10 минут хотя бы? Я, ну, и там 5 минут у меня забрали. Пожалуйста, если можно. Все-таки я постараюсь более кратко. Пока у меня, пока мне не получается. Кратко. Друзья, то есть, о чем здесь говорит, о чем здесь говорит Павел, да? Он говорит, что если живем не по духу, да? То мы, то, то есть, если люди живут, верующие живут не по духу, да? То они грешат вот этими, то есть, на ними действует плотская природа. Значит, и, соответственно, вот дела плоти, которые становятся вимы. То есть, вывод какой? Верующие, не расправшие свою плоть, не будут спасены. То есть, верующие, которые живут не по духу, которые не родились выше, они не будут спасены. И вы знаете, можно было сказать, да мы, что, в принципе, да мы, что здесь все спасенные, мы рожденные. Друзья, не могу сказать, понимаете, не то, что там не могу сказать, я не буду этого утверждать. Недавно слушал очень уважаемого, такого миссионерского человека, прошедшего сложный жизненный путь проповедника, да? И он обращается к американским церквям, и он просто кричит, друзья, говорит, если вы считаете, что вы произнесли молитву покаяния, что вы спасены, как вы ошибаетесь, на самом деле, друзья, говорит, спасены те, кто живет, кто живет по духу. Аминь. Друзья, то есть, это время, понимаете, это время нам задуматься, это время нам задуматься, живем ли мы по духу. То есть, есть как бы видимые вещи, то есть, есть видимые и невидимые вещи, живем или не живем, живем мы по духу. То есть, есть внутреннее свидетельство, есть наша жажда или не жажда, есть наше ходим, для нас посещение общины, это общение с Божьими детьми, это прилипление к телу, или это просто такая потребность, как бы такая, знаете, и ты заставляешь ходить, ты слово читаешь или ты не читаешь, значит, допустим, ты слушаешь проповедника или сидишь, значит, в телефоне, я хочу сказать, у нас многие сидят в телефоне, друзья, во время, когда проповедники, они подготовились, я не говорю о себе, у нас проповедники, слава Богу, слава Богу, понимаете, за наших пастырей, вот, они на разрыв идут по всему миру, вот сейчас во Франции, недавно в Польше, в Мексике, в Штатах, кругом, понимаете, вот, а люди сидят, знаете, вот это, ну, это свидетельство-то вообще-то о жизни, о жизни по духу, ну, я говорю такие, знаете, так, навскидку только некоторые вещи, но на самом деле, друзья, нам надо задуматься, кто мы на самом деле, живем ли мы по духу, потому что, если мы не рождены свыше, то просто надо, ну, взыскать Бога, да, то просто надо, ну, поиметь страх Божий, в конце концов, если мы живем в последнее время, Машех, он вот уже на пороге, вот, а мы еще живем не по духу, друзья, это, это просто страшно. Апостол Иоанн пишет, всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что его семя, то есть Слово Божие, пребывает в нем, и он не может грешить, вот почему нам надо жить по духу. Рожденный от Бога, то есть рожденный свыше, хранит себя, он хранит себя, и поэтому лукаво не прикасается к нему. Всякий рожденный от Бога побеждает мир. Аминь. Всякий рожденный от Бога побеждает мир. Вот зачем, зачем нам, не просто быть умственными христианами, не просто быть симпатиками Христа, да, но любить Христа, любить Его Слово, любить Его общину, делать дела Божьи, свидетельствовать о Нем. То есть, все это свидетельствует о рождении и свыше жизни. Любить, славить Бога, всегда стремиться туда, где есть прославление. Далее апостол Павел Петр говорит, «Итак, отложив всякую злобу и коварство, и лицемерие, зависть и злословие, то есть, разобравшись с запинающими грехами, как новорожденное младенце, возлюбите чистословесное молоко, чтобы вам возрасти ко спасению». Чтобы вам возрасти во спасение. То есть, разобравшись со своим состоянием, да, то есть, будучи рожденными, да, теперь вам надо возрастать. Нельзя быть в одном состоянии, нельзя ходить, быть прихожанином. Понимаете, должен быть постоянный, постоянный рост в познании Слова, в познании Бога, да, в познании Его чудес и знамений в своей жизни, в жизни братьев и сестер, в познании того, как Бог действует в этом мире, да, как Он спасает людей, как Он их исцеляет и так далее. Надо постоянно, постоянно возрасти. Нельзя просто приходить. Друзья, но я хочу сказать, что, ну, достаточно много людей, которые, я их даже не знаю, я просто знаю, что они есть, вот, но они просто приходят позже, уходят раньше. Я даже не могу с ними поговорить. То есть, уже, может быть, чашечка чая тоже. Для тех, кто, ну, это, давайте мы там встретимся, поговорим. Все-таки как-то. Далее, значит, молоко, словесное молоко, как говорит автор послания к евреям, это только начатки учения Христова. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды. Молока еще мало. Друзья, нужна твердая пища, как говорит Павел в 1 Коринфянам 3.2. Он говорил своим подопечникам. Вам уже пора твердой пищей питаться, а мне приходится поить вас молоком. Друзья, может, хватит уже молока вообще-то, да? Может быть, уже взалкаем твердой пищей, такой вот, настоящей твердой пищей. Почему он говорит, приходит? Да потому что вы не можете усвоить. Да как усвоить? Как человек усвоит твердую пищу, если... Телефон, фейсбук, привет, привет, как дела? Хорошо, что ты делаешь? Я на проповеди. А почему ты не слушаешь? А там твердая пища, я не могу усвоить. И так питаться не только словесным молоком, но твердой пищей, возрастая в познании и исполнении Слова Божьего. Кстати, мы кто? Мы овцы его стада. Аминь. А скажите, пожалуйста, вот я как-то, знаете, вот при подготовке мне вдруг такая мысль прошила. А вы где-то видели овец, который питается из рук пастора? Ну только, вот только вот этим вот. Вот услышали проповедника и все. Он вводит их куда? Да на злачные пажите, друзья. Он вводит злачные пажите. Это слово Божье, понимаете? Это слово Божье, в котором есть ответы на все времена, на все случаи жизни. Это злачные пажите, это помазанная молитва, когда мы взыскиваем Бога, да, в своей тайной комнате, и когда мы получаем откровение, понимание, как нам поступать, как нам действовать. Аминь. Друзья, последнее, много еще чего могу вам сказать, но важное, да, то, что я реально хочу сказать. И что не только я хочу, друзья, это об этом нам говорит Господь. Имейте усердную любовь друг к другу, да, это следующий такой момент, потому что любовь покрывает множество грехов. Друзья, мы говорим о последнем времени, да, имейте усердную, будьте странолюбивы друг к другу без ропа. Это 1 Петра 4, 8, 9. Если посмотрим на нашу общину, друзья, мы скажем, ну мы хорошая община, ну реально, мы хорошая община. Приезжают друзья, вот пастора приехали из Польши, сказали, вы классные, мы тоже хотим, чтобы у нас тоже было так. И нам действительно, у нас много-много хорошего. Но вот имеем ли мы вот эту вот усердную любовь? Молчим, да? Ну, смотрите, в другом месте апостол Иоанн, он говорит, что если мы ходим во свете, да, как он во свете, то мы имеем общение, и кровь, и шо, она омывает, ну омывает все наши грехи. И там общение, ну там больше говорится об общении с Богом вообще-то, но церковь, она всегда имела также и вторую линию. Общение друг с другом, и там общение как приобщение друг к другу, приобщение, прилипание друг к другу, понимаете? Вот я хочу сказать, что не все мы еще делаем, друзья, что если, например, придут такие, знаете, вот такие сложные времена, вы понимаете, да, что не все мы еще делаем для того, чтобы мы знали друг друга, чтобы мы действительно имели то общение, тот уровень общения, когда мы прилепляемся друг к другу, когда мы знаем друг друга, да, когда мы принимаем друг друга, когда мы участвуем в жизни, в жизни друг друга, когда мы помогаем нашим братьям и сестрам возрастать, а они помогают нам, каждый служа тем даром, которым Господь им дал. Аминь. Все. Коротко резюмирую. Бог создал время и особые времена для того, чтобы люди обращали на их особенности и особенно искали Бога, потому что в нем жизнь и ответы на их вопросы. Мы говорили о том, что мы живем во время, о котором писали пророки, оно называется последним. Ишуа предупреждал нас, что ключевое слово этого времени – бодрствовать. Апостол Павел, раскрывая слово бодрствовать, учил нас в любых обстоятельствах нашей жизни доверять Богу и видеть небесную перспективу нашего призвания и радоваться нашему небесному наследию. Это также означает, что в это особенное время мы должны быть святы, как небесный отец. В контексте святости мы говорили, что необходимые условия спасения и победы над грехом есть рождение свыше. И поэтому нам следует вникать в себя и в учение. Верили мы, в библейское верили мы, или лежит ли в основе нашей веры возрожденный дух и личное отношение с Богом, или просто умственное решение следовать за Христом. Рожденные свыше христиане не должны оставаться на уровне духовных младенцев, питающихся духовным молоком. Время не позволяет, друзья, питаться нам духовным молоком, нам нужна всем твердая пища, твердое знание слова. Мы не должны быть, знаете, во всем бегать друг к другу, а что там, а как там, а как поступать, а что говорит слово, понимаете? Мы должны делиться откровениями друг с другом, которые обогащают, взаимно обогащают нас и помогают нам проходить эти сложные времена и получать Божьи ответы. Удаляться от плоских похотей, проводить добродетельную жизнь, я об этом не говорил, но это само собой разумеется, и иметь усердную любовь друг к другу. Друзья, ну, понимаем, да, что, несмотря на то, что много чего у нас есть хорошего, друзья, мы понимаем, что, если говорить в контексте того времени, которое Бог нам доверил жить, а это время, о котором мечтали пророки, да, это время, о котором множество глав в Библии написано, мы понимаем, что мы еще пока, во многом мы еще пока не дотягиваем. Или я не прав? Не дотягиваем еще. Поэтому у меня есть как бы желание и предложение, давайте мы встанем и помолимся Господу, и попросим, и покаемся в том, что мы еще не творили волю Его во многих вопросах, что мы еще, где-то мы еще младенцы, где-то мы еще не выросли, где-то мы еще не сделали, вот, чего-то, а где-то сделали не так. Боже, да будет имя Твое благословенно. Боже, Ты, Бог наш, Господь, и в Тебе, Боже, Господь, все ответы нашей жизни, Господь, в Тебе сама, это жизнь, Боже, в Тебе сама жизнь, Господь, и Тобою мы живем, и движемся, и существуем. И, Боже, Ты учредил эти времена, Боже, чтобы мы, Господь, смотрели, чтобы мы, Боже, размышляли, и чтобы мы искали Тебя, Боже, потому что Ты близко, Боже, Ты готов отвечать, Ты готов говорить с нами, и Ты не только готов говорить, Боже, Ты готов действовать вместе с нами, Боже, Господь, Ты готов помогать нам, Господи, Господь, и в познании Тебя, Боже, Господь, и в преобразовании в Твой образ, Боже, Господь, и в наших делах, поступках, Боже. И, Господи, мы понимаем, Господи, как община, что, Боже, то, чего мы делаем, Господи, во многих вопросах, этого еще недостаточно. Если смотреть на время, Боже, мы понимаем, что этого еще недостаточно. И, Боже, мы каемся, Боже, мы каемся, Боже, Господь, что мы недостаточно искали Тебя, Боже, Господь, недостаточно молились, Боже. Господи, мы не изучаем Слово, Боже. Мы, Господи, осуечаемся, Боже, Господь, И только, Господь, надеемся на то, что здесь, в общине, мы получим это слово, Господи. Боже, мы не размышляем, Боже, над тем, Господь, по духу ли мы живем, Боже. Мы иногда поступаем, Боже, не по духу, Боже, Господь. Прости нас, помилуй, Боже, Господь, и помоги нам, драгоценный Дух Святой. Води нас, Господь, направляй нас, Боже, Господь, говори к нам. И что, ты сказал, что Дух Святой нас научит всему, Боже, напомнит нас, Боже, напоминай нам в это время, Боже, о том, что мы должны помнить, Господь, о чем мы редко говорим, Боже, о чем мы, может быть, даже вообще не говорим, Боже, но это важно, это важно для этого времени, Боже. Помоги нам, Боже, Господь, прилепляться к тебе, помоги нам, Боже, Господь, иметь общение друг с другом, Боже, строить общину, Боже, как твою Божью семью, как межпаху, Боже, Господь, которое будет, Господь, свидетельством, что ты есть Бог живой, Боже, что ты есть Бог, Боже, Господь твоего народа, Боже, что Ешо, Он есть вошед, Господь Израиля, Боже, Господь. Боже, Господь, просто работай с нами, Господь, с нашими внутренностями, Боже, Господь. Работай с нашим мышлением, Боже, Господь. Боже, Господь, помоги нам, помоги нам осознать, помоги нам преобразоваться, Боже, Господь. Помоги нам идти и делать дела Твои, Боже, во имя Ешо, Мессии, Господь. Мы славим Твое имя, мы благословляем Твое имя, Боже, мы благодарим Тебя за то, что мы всегда можем, Господь, рассчитывать, Боже, Господь, на то, что Ты услышишь нас, услышишь нас здесь в общении, Боже, Господь, Ты услышишь лично каждого в тайной комнате, Боже, Ты ответишь нам, Боже, спасибо, Боже, Ты отвечаешь, Боже, Ты живой, Бог, Ты сильный, Ты всесильный, Боже, Бог, Господь, у нас все получится, Боже, у нас все получится, Боже,